друзья все доброе утро вчера была такая ситуация мы вчера стреляли рыбу на открытой воде нашли очень перспективные банки настреляли очень больших люров кто не видел видео со вчерашнего дня заходите смотрите очень толковая рыбалка получилась ситуация следующая когда мы вчера с открытой воды подъезжали сюда чтобы припарковать лодку на этой базе справа есть один мост и слева есть один мост тот мост что справа он довольно большой он на сленге рыбаков называется горбатый мост потому что ну такой вот я думаю на видео видели где мы его приезжали гербатый мост мы вчера подъезжали к гербатому мосту но загорелась лампочка масла типа проверьте масло там что-то с мотором якобы ребят начали паниковать там волос на себе рвет там демилес вообще сид трясется страха мы позвонили энеру хозяину базы он приехал и сказал следующее что эти все большие моторы шестьдесятки каждые 100 часов работы загорается автоматически кнопка масла то есть если вы накатали 100 часов и и у вас загорелась кнопка масла вы не бойтесь потому что стандартная процедура всех моторов то есть значит что вы должны проверить все ли в порядке с лодкой посмотреть уровень масла сделать техническое обслуживание посмотреть все ли в порядке и сбросить аннулировать поэтому мы вчера проверили масло в норме лодка заправлена все четко скинули ошибку и сегодня едем дальше у нас норвегия где 5 подписываемся друзья ребят всем доброе утро с вами опять канал youtube игру слегалов у нас пятый день силы уже не сказать больше нуле но мы очень замучены потому что под водой проделываем колоссальную работу сегодня пятый день мы сегодня выезжаем в открытые воды если вы смотрели предыдущее видео то вы видели где мы в открытых водах нашли очень хорошие банки там где очень большие глубины до 80 метров по бокам и выход на банановые плантации там где-то до 15 метров и там все в течение бананы туда-сюда и очень много ходят крупные рыбы и вчера мы взяли очень хороших больших люров если кто не видел заходите смотрите что сегодня сегодня мы поедем на такие же банки ребят у нас мы вчера изучили карту мы нашли такие же банки только в других местах тоже с большой глубины подъемы и как оказалось это очень хорошо работает то есть крупная рыба на глубины поднимается там поесть малька наверно на эти мелкие глубина там до 15 метров и мы все это же бум их изучать посмотрим может быть там еще крупнее найдем рыбу чем вчера мы нашли я уже пятый день буду сегодня лупить с таким вот ружьем это 115 карбон это просто пушка просто бомба друзья самое интересное что 115 ружья вообще люди для них придумали заряжалку то есть такая четырехтактная ты одну вставляешь перетягиваешь руками потом вторую заряжаешь чтобы зарядить такую длинную машину я вставляю в ногу я эту пушку не представляете я ее в воде я кстати покажу посмотрите эту пушку ребят я заряжаю в воде руками так вот упираешься в ногу вставляешь вот так вот перехватываешь смотрите вот так вот получается ты плаваешь как сосиска упираешься в носку власть ну то есть в ласту и пошел то есть руками видите если допустим на суше конечно заряжать нельзя ружье все это знают его вакуумный маджет он портится но я просто показал вам не мало кто верил что можно такую гаубицу заряжать в воде руками и лупить с 6 метров рыбу но так ребят можно поэтому что нам судя принесет пятый день норвегии база дом сад это замечательная база тихая спокойно очень хорошим тихом месте а если ты не знает на сленге рыбаков подводных охотников это база латали и на два замечательных человек которые всегда рады помочь очень хорошо следят каждое утро приходит обновляют пронос погоды бензин масло лодки и так далее все четко ребят смотрим вместе с нами что нам сегодняшний принесет какие трофеи остаемся следим ребят переоделись с лодки знаете что хочется пару слов сказать по поводу вот такой вот вещи ребят смотрите предыдущих видео где мы собирались норвегию я вам снимал ролик о том что какие буи эти бурепы сабан добрать норвегию вот уэт герой черный такой же и у меня этот буреп называется салвимар банджи он также есть на батискав точка и у конечно это очень далеко не дешевая вещь одно можно сказать 100 процентов правду что она отрабатывает себя на сто процентов это очень жестко и в то же время очень мягкая резина которая по сумасшедшему тянется она очень надежная то есть мы плаваем я на нее цепляю всю треску то есть стрельнул отсоединил отдел и сзади там на штук 12 валяется это вообще четкая вещь я рекомендую очень тем кто катается на серьезную охоту на реке там 15 метров и ниже и вообще глубоководная подводная охота использовать вот такой буреп однозначно не пожалеете все ждем парней комплектуемся и туда один уже тут опять несет стоит смотри смотри карась плывет ребят что происходит над нами кружатся стерятники ребят не забываем стандартную процедуру лакомство для пернатых ну почти меня зацепила скажи ребятам что мы выкидываем специальные отходы в этом месте потому что здесь мы будем скумбрио скумбрио здесь будут усолаться скумбрио здесь будут усолаться в этой воде было очень спокойно сейчас выехали на открытую воду вы посмотрите что за пять минут произошло просто сумасшедшие волны белая волна лодку так мог колбасить все залетает вода в лодку это просто очень опасно на самом деле ну это сегодняшняя погода нет для того чтобы ловить в открытой воде будем искать укрития короче мы меняем планы едем в другое место ребят из-за того что поднялась очень сильная волна здесь как бы за островами за той за 7 берегов здесь чуть потише вода и мы приняли решение на открытой воде здесь везде глубины больше сотки но есть отдельные банки такие как со штырями ну такие штыри торчат это банки где-то до 15 метров и мы сейчас просто раскидываем сейчас дебиллс вылезает от одной банки меня выкидывают где-то там вообще вдалеке и сами ребята возле этой банки тоже то есть получается на открытой воде сейчас всех раскидаем и каждый проверит свою отмель посмотрим что здесь как только я спрыгнул с лодки я увидел огромную стаю небольшой сайды это был очень хороший знак на самом деле потому что где маленькая рыба всегда неподалеку должен быть крупный хищник со мной было так не раз в прошлом году когда я тоже ездил в Норвегию я также попадал не раз в стаю сайды очень мелкой и всегда видел неподалеку крупных люров которые плавали вокруг нее и выискивали своих жертв я также старался высматривать где они есть но сколько я не искал крупного хищника я ничего не нашел кроме одной небольшой трески которая была на мой взгляд нестрелябельная я помахал ей след и отправился дальше мне очень нравится получать наслаждение от подобного мира в Норвегии я встречал вот такие вот морские звезды они были очень разных размеров раскрасок да и вообще видов в целом что с ними делать не имело ни малейшего понятия перевернув такую звезду по центру я увидел то ли присоски то ли зубы как она питается и чем для меня была загадка друзья если вы хоть что то знаете про морские звезды можно ли их готовить кушать да и вообще что с ними делать напишите будет очень интересно вы только посмотрите что я увидел сверху сначала я подумал что мне это все показалось но после того когда я поднырнул поближе я понял что это не шутка друзья я поймал за хвост пинагора но не просто пинагора а посмотрите что с ним случилось я на самом деле затруднялся ответить на этот вопрос потому что у меня было два варианта первый что его кто то очень хорошо потрепал какой то хищник больше него по размерам потаскал в зубах и отпустил а второй вариант скорее всего что пинагор просто больной если у рыбы вот так вот частично спадает кожа она была явно чем то больна или просто нездорово желаем ему старейшего выздоровления маленькие крабы в норвегии были повсюду стоит только приглядеться и над ней было огромное количество тут я замечаю на песках неплохую треску а слева от нее такую же я решаю поднырнуть и забрать ее точным выстрелом по мне оказалась она очень даже неплохой пока я разглядывал над ней морских звезд и ежей я сам не понял насколько близко я подплыл к лососевым ферму там где выращивают лосося подплывать так близко было категорически запрещено и поэтому пока не было поздно и развернулся я оттуда моментально уплыл точным выстрелом в глаз я забрал с собой еще одну неплохую треску и поплыл дальше посмотрите что удалось заснять Эдгару первое это то что Эдгар нашел между камней непонятно то ли отрезанную то ли кем-то откушенную в голову трески было однозначно очень трудно ответить на этот вопрос но после этого он заснял вот такую вот красоту это была огромная стая небольшой сайды вы даже не представляете насколько это круто и вообще эмоционально плавать вот с такой вот стаей рыбы когда она просто не боится тебя и делает что хочет плавает под тобой вокруг тебя и везде чувствует себя абсолютно спокойно Эдгар наслаждался как мог он даже поднырнул в самый низ этой стаи и удалось поснимать ту стаю сбоку эта рыба вообще не боится его как будто Эдгара нету рядом на самом деле вообще не понятно почему эта стая только одного размера и крупной рыбы нету но Эдгару все равно удалось разглядеть более-менее довольно неплохого люра он прицелился и сделал точный выстрел после чего забрал этого люра с собой а стая все равно продолжала плавать спокойно вокруг Эдгара кстати друзья если приглядитесь вы увидите огромное количество раненой сайды не то чтобы раненой а покусанной как будто бы где то все таки плавает хищник который ее кусает но хищника сколько Эдгар не оглядывался вокруг так и не было а только вот такая вот красота которой можно любоваться ну просто бесконечно я тем временем под водой встретился с Демилосом это было настолько смешно смотреть что он болтается как лягуха Демилос рассказал что уже направляется к лодке что у него на кукане есть неплохие трофеи я тоже поплыл к лодке и подплыв к ней я увидел что Эдгар уже рядом с ней и тоже в нее практически залезает в лодке нас ждал Юра и помог всем нам залезть в нее сейчас я расскажу всем вам о самом главном правиле если вы еще не были на подводной охоте в Норвегии вы обязательно должны знать что якорить лодку это нужно делать со стопроцентной гарантией что якорь не оторвет и лодку не унесет и не разобьет о камни а делается это так последний кто залезает в лодку подает всю свою экипировку ружье и плотик а сам отправляется в ламинарий вытаскивать якорь из травы и только после того когда якорь удачно вытащили можно подплыть к лодке и залезть в нее и плыть спокойно домой Ребят вылезли после 4 часов плавания на лодку покажи ему отдыхает как будет ждем ждем Волву там Волва метров 100 подплывает Демилос меня вынесло течением прямо на базу там где около социальной фермы я уже один момент подумал что сейчас кто-то вызовет охрану что так близко подплыл потому что так нельзя близко подплывать кстати если кто знает напишите в комментариях сколько метров можно вообще подплывать со всем фабриком и что это за желтые буи кто-то говорил что эти желтые буи они держат эти сетки или это границы где подплывать нельзя но один честно сказать я не знаю а пока если кто-то хочет кушать лучшее в Норвегии конечно это ребят это гребешок говорят от него по-мужски всегда на пол первого ладно ребят всем приятного аппетита сейчас дождемся ребят посмотрим посмотрим что у них за трофеи покажем позже на базе друзья приехали на базу сегодня у нас был день поисков ну искали хорошие места искали хорошую рыбу как сказать не фартануло ну как не фартануло все с рыбой но не совсем с трофейной пойдемте покажу что достали ребят Юра насобирал гребешков взял тоже хороших люев демилов вылупил небольших люев и собрал тоже гребешка вот это тоже треска люевые гребешок ребят сегодня сделаем черта сделаем черта в сливках с бананами как нас учил наш друг Сергей Анатольевич немного трески взял потому что большой трески не было пристрелочная посмотрите здесь такие покрупнее довольно хорошие люры а вот такие вот красавцы смотрите скорпена карбон вот по сравнению с карбоном вот такие ребят такие вот красавцы хорошие большие люры да а может мы уже заелись они трофейные не знаю посмотрим ладно ребят завтра у нас опять все так же шестой день охоты куда мы поедем мы поедем мы поедем куда то поедем куда погода даст туда поедем да сейчас кстати сезон дождей ребят постоянно льют вообще дожди по сумасшедшему выберем новые места изучим карту и отправимся стрелять всем спасибо друзья подписывайтесь следите завтра шестой день завтра будет еще лучше всем пока